Эмоции меняют нашу жизнь. Внешние силы проверяют нас на прочность. Что делает нас сильней и как наш внутренний мир влияет на физическое здоровье. Все это в программе Ее Величество Судьба Свобода Воли. Почему в мире столько несправедливости? Откуда в современном обществе тяга к насилию и агрессии? Говорим об этом с известным лектором Юрием Руценко. Мой аргумент скорее будет опираться на известную фразу, что посеешь, что и пожнешь сторицей. Полагая, что в нашем человеческом обществе святых, то есть безгрешных, не сыскать, я думаю, согласны вы со мной. Грех – термин религиозный. В юриспруденции он равен понятию преступления. Следует отметить, что грехом может являться поступок слова, мысль, чувство и желание, намерение. Человек совершает грех, и где-то в небесной канцелярии это фиксируется. Через определенное время приходит наказание в виде болезни, травмы, может быть, потери имущества или оскорбления, обмана, может, какой-то еще несправедливости. И эта личность, конечно, обижена, крайне возмущена, гора претензий, но иногда и мстительных намерений, потому что не видит и не признает связи между своими проступками и заслуженным наказанием. А теперь этот единичный пример попробуйте перенести с одной личности на народ или даже на все человечество. Бог даровал человеку свободы выбора. Жить с ним, а значит, уважать законы, нравственность, они ведь у нас в душе отпечатаны, ибо мы производны от Творца. Либо же жить без него, и тогда мы имеем то, что имеем. Недаром в слове «судьба» корень – суд. Нас судят наши поступки и чувства, наши слова и намерения. Мы капитаны своей судьбы, и только нам решать, какой она у нас будет. Такого же обвинять господа. Видите, как оживает на практике эта фраза «что посеешь, ты и пожнешь». Она лишь говорит о неумолимом действии одного из законов этого абсолютно справедливого мира, созданного Творцом. По-настоящему верующие люди, коих немного, понимают это. Испытывая на себе действия этих законов, они от веры переходили к убежденности. А рай есть закон, и то есть и их создатель. Субтитры создавал DimaTorzok